Продолжение следует... Жизнь которых была и остается тяжелой при любом правительстве. Судя по настроениям пикетчиков, даже терпеливые пенсионеры доведены до ручки. У нас, как говорится, демократия есть, а под эту демократию, извините, почему-то существует два положения о пенсиях. Есть пенсионеры, которые одно положение начисляют пенсии, а для Риги Когу, для руководства почему-то по-другому. Извините, у нас демократические государства. Почему так происходит? И мне болит душа очень за маленьких детей. Которым нужно полноценное питание, которым надо развиваться и умственно, и физически. Но на это у родителей нет возможностей. Потому что наше правительство не думает об этих маленьких подрастающих поколениях. Правительство убрать надо. Убрать правительство. Куда? Куда? В отставку. Почему? Такую политику, какую они проводят против народа. Как, как? Убрать их. Хватит болтологией заниматься. Надо действовать и убрать. 21 год уже вы говорите. Ну хватит уже. Одно и то же говорите. Их надо убрать. В ходе сегодняшней акции протеста проходил сбор подписей под обращением к депутатам Риги-Когу, в котором народ требует от своих избранников обратить внимание на его нужды и проблемы. 985 человек подписались под этим обращением. Мы передаем свои требования господам депутатам, что нам тяжело жить. Мы собираемся четвертый раз. И здесь, как видно, что это не 500, не 1000, а здесь как более 2000 человек, это точно. Хотим сказать, что они задумались о нас. На самом деле, да пекло. Мы же не просто так на улицу выходим. У нас есть куда свое время свободное потратить. По словам Ирины Холланд, нынешний пикет стал уже четвертым по счету. И до сих пор власти не обращали на призывы народа никакого внимания. На все обращения, под которыми стояли тысячи подписей недовольных, в ответ приходили лишь формальные отписки. Если и с сегодняшним документом произойдет то же самое, следующая акция протеста станет более радикальной, уверяет она. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...